Мы против! Мы требуем остановить убийство нашей природы. Живописный лес в посёлке Малаховка редеет на глазах. Местные жители живым щитом преграждают дорогу строительной техники. Информационные щиты обещают, скоро здесь станет комфортнее. По проекту, опубликованному на сайте местной администрации, вокруг Малаховского озера должна появиться новая зона отдыха с кафе, магазинами и парковкой. Власти даже сообщили, что на это выделено 77 миллионов рублей. В техническом задании указано валка практически 400 деревьев. Следов благоустроители не оставляют. Повальные деревья сразу же пропускают через измельчитель. От сосен остаются лишь горы щепок. Смотрите, вот сломал дерево. А что вы сейчас делаете? По-русски не умею говорить. Вы сейчас поехали прям по корням деревьев. Вы видели это? Ну что, а как проехать? Вместо мало. Представитель подрядчика, представившийся жителем Малаховки, отвечать на наши вопросы тоже не стал. Живете в Малаховке? А чего вы свет так и остаетесь? Я... Смешно вам? Незаконность проводимых работ подтверждает и тот факт, что как только мы вызвали полицию, в бегство пустились и остальные. Все это тоже был раньше лес. Буквально за несколько дней только на этом участке повалили около сотни деревьев. Здесь уже забетонировали дорожки, а вот тут готовят площадку под будущую парковку. Густой сосновый лес, чистое озеро – одно из самых знаменитых подмосковных дачных мест. За уникальную природу Малаховку даже назвали подмосковным Крымом. Это жемчужина Малаховки. Это озеро, которое связано с именем Телешова, Горького, Бунина. Здесь писал картины Шагал, а режиссер Александр Серый снимал свой самый известный фильм «Джентльмены у дачи». В проруби он шлем спрятал, вот что. В проруби он в Малаховке. Тут все бегали, смотрели, как здесь операторы работали. Берег Малаховского пруда, где снимали кино, уже весной вряд ли можно будет узнать. Но администрация округа собирается пилить лес и дальше. Убираются только те деревья, которые определены как больные. Ну а жители сдаваться не намерены. Надеются остановить уничтожение любимого места своими силами.